В каждом доме имеется изделие кжельского промысла. Без фарфоровой посуды, изящно расписанной синим цветом, русский быт представить невозможно. Благодаря энтузиазму предпринимателей, поддержке властей промысел развивается и в наше время. В сельском поселении Кжельская прошла встреча с представителями Палаты народных ремесел. В этом году при поддержке района, местной администрации, многие, опять же, сидящие здесь предприниматели, получили субсидии на компенсацию года по развитию своего бизнеса. Конечно, это деньги небольшие. Хотелось, конечно, всего больше и почаще. Но сегодня мы увидели, что при всех проблемах народных художественных промыслов, это нехватка оборотных средств, это падение спроса, это, к сожалению, отсутствие молодых кадров на производстве. Все равно процесс, то, что народные художественные промыслы умирают, я никогда не соглашаюсь с этим. Почетные гости Лидия Антонова и Владимир Демин ознакомились с процессом современного фарфорового производства и обсудили с представителями гильдии вопросы развития промысла и туризма на Кжельской земле. Само объединение переживает серьезные трудности, но вот я не знаю, приемлемо здесь, неприемлемо, нет хода без добра. Появилось несколько малых предприятий, которые продолжают эти традиции. Вы их возглавляете, вы их представляете. Я думаю, что без привлечения можно сказать, что вы люди творческие, смелые и любящие свое дело. И слава Богу, что вы своей деятельностью не дали упасть в Кжель. Мы любим нашу Кжель. У каждого из дома целые дня, например, четыре красивых больших шкафа Кжель всю жизнь собирала. Была учительница, заклада была маленькая, но покупала книги и покупала Кжель. На сравнительно небольшой территории Кжельского поселения сосредоточены музеи промысла и фарфора, православные святыни, зоопарк, зимний сад, что может стать предпосылкой удачного развития как внутреннего, так и внешнего туризма. Тем более, что опыт международного общения уже имеется. Кжельские студенты Сальвадора прошли обучение на базе Кжельского университета, а проживали в гостинице в деревне Григорово. Затем у нас были очень теплые встречи с послами Сальвадора и КПТ Лмала. Кроме того, к нам в гости приезжала матушка Инесс на стоятельство единственного православного храма в Гватемане. Конечно, есть подобные, похожие изделия в Голландии, во Франции, в Германии, в Дании, но даже не специалист отметит разницу. Наша Кжель, она, знаете, она очень звонкая, она такая яркая, открытая. Она всегда как, вот знаете, у меня такое ощущение, вот когда я вижу Кжельское изделие, а я их много лет собираю, у меня ощущение, когда вот мартовское утро, снег сверкает, небо голубое, и в общем хочется жить. Белый цвет – чистота, синий – вечность. Кжель – это образ глубокой русской души, стремящейся в небеса. Диана Никифорова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».